Добрый день дорогие друзья! Прошла неделя и в общем-то рэперные точки главные, которые я для себя так выделил, может быть я что-то упустил, это их перегруппировка войск, первое, это переговоры и это зверства и военные преступления, новый виток, скажем так, новый уровень зверства и военных преступлений. Российская Федерация, я не буду, я вот хочу еще иногда называть их там тварями, орками и так далее, но нет, надо называть так, уровень зверства Российская Федерация, потому что ответственность за это несет Российская Федерация, государство такое, страна такая. И граждане Российской Федерации, это нужно четко понимать и так далее. Так вот, ну в общем обсуждаем... В том или ином виде все, забегая наперед. Обсуждаем, значит, эти темы, и так, первый как бы вопрос темы, это тема, ну так или иначе, ты знаешь, что вот, да, я согласен с тем, что это перегруппировка, что, ну так или иначе, это отползание. Это отползание, как ни крути. И это отползание, оно очень важное, потому что, а это фактически завершение того, на данном этапе завершение, значит, провала Блицклига, иначе никак. Вот это моя точка зрения, что ты думаешь по этому поводу? Я согласен со вступительной речью. Вооруженные силы Украины и ИЖа на поле боя заставили изменить видимую, подчеркиваю, видимую мишуру, скажем так, переговорной позиции Российской Федерации. На самом деле это то, что заявляется на уровне мединских и проще говорячих мусорных баков, на самом деле все немножко по-другому. Что касается происходящего на поле боя, я вижу ситуацию следующим образом. Прекрасная оборонительная ситуация, операция, отступление, стабилизация фронта, контратака. Больше мне добавить нечего, потому что и были у тебя, и еще будут, скажем так, по этому поводу профильные спикеры, которых в том числе я тебе советовал. Добавить мне больше нечего. Только те зверства, о которых мы еще сейчас переговорим, которые сейчас мы только разгребаем и видим в освобожденной Киевской области, это стало в том числе и следствием поражения на поле боя, агонии и так далее. То есть произошло то, что должно было произойти в случае с великим русским народом. Парадигма «Встречаем с цветами» очень быстро, после того, как получили по зубам на поле боя, переросла в формат убийств, изнасилований, расстреливаний, издевательств и так далее. Ничего нового здесь я не скажу, скажу чисто для себя ремарку, допросят меня украинцы. Я этого ждал, и я, честно говоря, ждал увидеть еще более худшую картину по этому поводу. Именно в Верпене, в Буче и в Гастомеле. Это я, который позавчера помог россиянам некоторым, которые обратились по мне, чтобы найти в Буче знакомых родственников украинцев. Им повезло больше, их нашли живыми. Нашли в том числе те люди, которые помогли находить, те люди, которые своих родственников живыми уже не увидят. Вот как-то так. Поэтому для меня ничего нового в ликах коллективных русских я там не увидел. Мне, наверное, немножко проще, чем остальных. Я этого ожидал даже до 24 февраля. Как-то так. Как из этого выползать? Будем из этого выползать, понимая, к чему все это дело идет. Касаемо переговоров, ну что я тебе могу сказать? То, что сейчас всплывает на освобожденных территориях, однозначно будет корректировать украинскую позицию. Хотя и то она замыкалась на, скажем так, демонстрацию конструктива нашим разным западным партнерам. Прежде всего это был основной мотив. Но это не отменяет того факта, что война будет продолжаться до исчезновения тем или иным способом путинского режима, Путина из Кремля. Все. Остальное, все лирика безотносительно того, каких, скажем так, побед, поражений на поле боя будут у Украины. Это следующий момент, просто по переговору уточняй, что там еще надо объяснять, потому что я уже, честно говоря, не понимаю, что там можно рассказывать и объяснять. Следующий момент, ну что, говоря о зверствах, ну понимаешь, мы уже сколько недель, какую программу мы говорим о том, о Мариуполе, да? А он еще не упал. И то, что сейчас после Киевской области пойдут населенные пункты Сумской, уже идут Черниговской области, Харьковской отчасти и будет еще Мариуполь. Поэтому, как пел Высоцкий, это только присказка, сказка впереди. Вот как-то так. А по другим вопросам, как говорится, прошу помощь зала, давай конкретизировать темы, потому что потоки сознания никому не нужны. И потоки сознания никому не нужны? Ну, это, в принципе, ответить сразу по трем темам. Сейчас будем конкретизировать, будем конкретизировать и начнем с... Ну, так как ты закончил на зверствах и военных преступлениях, смотри. И на самом деле, есть же военные преступления, это военные преступления, преступления против человечества. Но есть разные виды военных преступлений. Есть такой вид, как массированные обстрелы жилых домов, и это ужасно, это кошмарно, вот то, что происходит в Мариуполе. Бомба на драмтеатр, где дети, бомба на роддом. И есть виды военных преступлений, которые, ну, как это, это называют геноцидом, это называют эдноцидом. То есть, преступления, когда вооруженная сила, когда человек с ружьем убивает конкретного человека уже вот так вот, глядя его в лицо в лицо. И вот к этим видам военных преступлений относятся еще, я не знаю почему, но так или иначе, мировое сообщество относится еще более сенситивно и так далее. Но если мы возьмем такое название, как Сребреница, то, в принципе, до Сребреницы, до того, как была Сребреница, значит, ничего не было. Ничего не было, то есть Запад поддерживал, действительно, и Боснию, и, значит, Хорватию, но это была поддержка. А после Сребреницы были ли уже бомбардировки или с публики сербской, а потом, когда то же самое начало повторяться в Косово, то есть реакция была вголовиной то же самое. Учитывая, что переговоры, да, не только переговоры в Стамбуле с Россией, кстати, о них мы тоже поговорим, ты ждешь, ну, уже, в принципе, началось, но ты ждешь от Запада еще более... Ну, смотри, Ел, ты знаешь, что я не сторонник вот этого капкана аналогий, параллелей и так далее. Я больше скажу, я тебе много раз говорил, что, понимаешь, вот эти исторические экскурсы, они в том числе мешают аналитике ситуации на местах и так далее. Я тут какие моменты вспомню? Ну, вот, во-первых, если мы уже болтанскую тему зацепили, в одном городке Буча русские убили людей больше, чем сербы в Уковаре. Я бы вот это пока отметил. Такой момент. В одной только Буче, подчеркиваю, без Гастомеля, без Ирпеня и так далее. Следующий момент, что бы я хотел подчеркнуть. Я бы все-таки обратил внимание на такой элемент или комплекс восприятия. Я уже не помню в каком году, но точно после 2014 года, вот, Украина уже живя в состоянии Минска-1, Минска-2 там и так далее. Вот. В дискурсе украинском было, знаешь, такой хорватский сценарий, да, до оккупации Донбасса и так далее. Хорватский сценарий, один, второй, третий. Я и тогда говорил, что у нас будет исключительно украинский сценарий, который мы сейчас наблюдаем. Я азербайджанцам говорил, что у них будет свой вариант, и он у них, кстати, наступил, чисто свой, продолжается, вернее, еще и так далее. Но российская информационная машина на уровне Путина тогда сказала, что если будет хорватский вариант в Украине, мы на него пойти не можем, потому что это может закончиться сребреницей. Понимаешь? И тогда с речи Путина офигели даже сербские националисты в контексте ты кого, с кем, какие параллели проводишь. Так вот, я тогда говорил, и сейчас повторюсь, то есть прозревание наступает, что тогда такие вещи, когда говорят со стороны Кремля, это они говорят, что мы хотим украдить сребреницу со стороны украинцев, а прочитывать это надо, что мы ее будем устраивать. Понимаешь? То, что мы сейчас и наблюдаем. Вот все, что я сейчас об этом думаю. Поэтому слушаем им внимательно. Когда они говорят, что украинцы с американскими ЧВК хотят нанести химическим оружием удар где-то там по Донбассу и так далее, это значит, что они будут стрелять по аммиачному заводу под Сумами, что они и сделали на самом деле. И дальше эту спираль можно продолжать. Понимаешь, в чем дело? То есть, когда они сейчас рассказывают, что они принимают пленных, только они показывают своих, меняя на наших, вот, с отрезанными ушами, гелиталиями и простреленными коленями, это значит, что все это они уже сделали с нашими. Вот и все. То, что наши могут сорваться в ответ, ну извините. Поэтому я сейчас, я, конечно, полностью поддерживаю позицию официального Киева, который говорит про Женевскую конвенцию, не упаси Господь, то делать полностью поддерживаю. Понимаешь? Но жизнь, она развивается немножко вне рамок официозки. Понимаешь? И как, и сейчас, как, в чем вот интересный момент, как правило, в терробороне, в вооруженных силах Украины, в других военезийных формированиях, там в основной массе люди, которые потеряли родственников и продолжают терять. Вот как-то так. То есть, тема расчеловечивания противника, зверины и так далее, вне контекста, кто прав, кто виноват, тут, понятно, она будет развиваться по своей спирали. Вот это я еще подчеркиваю, не было в Мариуполе и так далее, но уже просачиваются. Понимаешь? В Мариуполе же что сейчас происходит? Разбомбить дома, довести людей до низшей уровни пирамиды Маслоу, выжимаясь до животных инстинктов, потом раздавать печеньки, писать их на камеру и вывозить, размазывать их по российским регионам, как беженцев, давая волчьи билеты с запрещением на два года покидать Российскую Федерацию. Что еще рассказать, с кем мы имеем дело? Я вообще, например, считаю, что после 24 числа, да, вот этот вот коллективная Россия, коллективный русский народ, он просто играет ролевые игры на самом деле. Кто-то осознанно, кто-то нет, но этих ролевых игр никто не отменял. Кто-то убивает, насилует, расстреливает детей в Ирпине, например. Правильно? Кто-то выходит с плакатом, потом в Италии читает лекции, требуя импатии. Кто-то говорит, что это только лишь Путин. Кто-то на Чавчавадзе сжигает российский паспорт. Понимаешь? После 24-го, 02-го, вдруг прозрел. На Чавчавадзе в Тбилиси начинаешь сжечь паспорта, водить хороводы, танцы с бубнами возле украинского посольства российской секции, выходить на Руставели и так далее. Не отрицая искренность этих всех вещей определенного сегмента россиян, я охотно, я ответственно утверждаю, что если их поменять местами, поменять местами, чисто ситуативно могло получиться, что тот, кто убивал в Буче, мог оказаться, сбежав от призыва на Чавчавадзе. Понимаешь? И наоборот. Но сути ролевых игр это бы не поменяло. Вот так это сейчас живет в общей массе, не переходя на личности. Переходя на личности, я искренне верю в искренность отдельных персонажей. Но это исключение, подтверждающее правила о ролевых играх, о которых я тебе сейчас рассказывал. И по-другому это не работает. В случае с этим. По-другому это не работает. Менять нужно ситуацию только внутри России. Все остальное это танцы с бубнами, которыми они помогают сами себе и ищут отмазку перед самим собой. Нам это никак не помогает. Вот вообще никак не помогает. Те люди, дипломаты украинские эти, которые благодарят и говорят, что это помогает, это они делают только потому, что они дипломаты, им положено так говорить. Понимаешь? Но я не Айседора Дункан. Поэтому так вот это сейчас выглядит. Вот как-то так. Что еще по этому поводу добавить, я не знаю. Да дальше давай про переговоры, что конкретно там непонятно. Насчет не Айседора Дункан это хорошо. Значит, кстати, по поводу гуманитарной помощи, которую раздают кадыровцы, они раздают украинскую гуманитарную помощь. Это вообще верх. А, ну ты логишь, да? Это они разграбили. Они раздают это несъеденное из разграбленного с украинских ашанов, карефуров, пятерочек аналогов и так далее. Ну, безусловно. Безусловно, понимаешь? Они очень расстроены, что Азов, отступая, все вывез из одной из своих баз, продолжая вести бои в более сложных условиях, но продолжает. Они населению этому, доведенному до низшей уровня потреб Маслова, они рассказывают о том, что ее бросили, что бомбил Киев, что мы предлагали и так далее. Вот и все. Ну, все это мы проходили. Поэтому я не знаю, что тут еще сказать. Если это надо объяснять, то уже не надо объяснять. Да, если это действительно надо объяснять, то уже не надо объяснять. Про переговоры. Есть разные переговоры. Есть переговоры в Стамбуле. И я, в принципе, смотрел твой эфир у Людмилы Немири. Ну, там добавить нечего по поводу того, что для Москвы, конечно же, вернее, для Москвы это полный дауншифтинг, что в Стамбуле она ведет переговоры со страной, которая не существует, а которая придумал Ленин. Причем посредник там Турция. То есть, а до этого Путин собирался говорить исключительно с США, исключительно с Байденом и больше ни с кем вообще, потому что, ну, две мировые державы, все остальные пыль подзаботная. Но есть переговоры и с Западом, и, в общем-то, насколько я понимаю, очень позитивные пошли сигналы по поводу тяжелого оружия. Я не знаю, что тут, скажем так, принципиально может это изменить ситуацию в зоне ООС и на юго-востоке Украины, потому что это главный вопрос, который всех интересует на самом-то деле. Ну, дело, я понимаю, как тебе сказать. Я не эксперт военной с точки зрения работы в полях. Я всегда об этом говорил и так далее. То есть, я по этому поводу читаю умных людей в паблике, имею возможность с не менее умными людьми говорить в привате и так далее, как-то формировать эту картину. На этом я у тебя и спрашиваю, что ты читаешь. Вопрос в понимании, в чем дело. Делать прогнозы или тем более к чему-то призывать с теплого димана Тбилиси, ну, это вопрос этики, это неправильно. Я могу сказать только следующее. Ну, вот такая прямая закономерность, тем больше русские будут зверствовать, тем ближе всяческая помощь бывшего неколлективного Запада к нам будет поступать в двустороннем формате. По системам противовоздушной обороны, я думаю, все уже видели британским. Уже даже есть сбитые две вертушки Ми-28, ночной охотник и так далее. По тяжелому вооружению работа ведется. Просьба, как всегда, читать официоз, потому что очень много разной противочивой, в том числе и вредной информации по этому поводу гуляет в паблике. Работа ведется неустанно, и повторюсь, кто бы как что не хотел, кто бы в каком клубе футбольных болельщиков ультрас не состоял, каких игроков. Это все достаточно надолго. Банальный вопрос, даже при самом негативном сценарии для Украины, они тоже могут наступить на юго-востоке. Я просто хочу обратить внимание на то, сколько держится хотя бы один тот же самый Мариуполь, что они хотят в районе Волновахии, что они хотят касаемо перегруппировки в район Изюма и так далее. Но их планы понятны, они озвучены, достаточно четко обозначены. Дальше говорить какие-то банальности насчет того, что важно там сковать и выбить группировку из Херсона, это как бы понятно, но тут наша сложность в том, что тут нам приходится контратаковать. Херсон – это наш город, подчеркиваю. И мы не можем чисто парадигмально, психологически еще как угодно вести себя по отношению к нашим, а вообще к любым гражданам. Я сейчас про Херсоны не только, в том формате, в котором ведут себя русские, о чем мы это уже обсуждали. Это тоже понятный момент. Следующий момент – формат отползания. Надо тоже себе четко понимать. Вот вспоминаем белорусское плечо, вот логистическое. Вот там они, конечно, выгребают, но расстояние маленькое, они могут отползти, а мы по Беларуси пока не стреляем. По Беларуси, которая с 24.02, абсолютно аналогичный участник войны, как Российская Федерация, и на стороне Российской Федерации. То есть героические белорусские партизаны пока не могут сейчас даже дать отпор на блошиных мародерских рынках под Мозырем и других населенных пунктах, где освободители, в кавычках, отползающие сейчас устроили распродажу того, что они успели вынести и наворовать в Киевской области. А также белорусские храбрые партизаны не могут ничего сделать с этими же мародерами в отделениях почты, из которых дорогие россияне своим родственникам, вот успевшие вынести, пересылают награбленное. Вот такая у нас картина. Сложнее, конечно, будет российской группировки на Харьковском направлении, потому что, ну, тем, кто есть возможность уйти в Россию, как ни крути, ну, или в Беларусь, в Россию через Беларусь, вот, они будут перегруппироваться, они достаточно потрепанные, вот. Есть информация, что с точки зрения мотивации и морального состояния дальше идти в бой, там ситуация становится для них все грустнее и грустнее, а для нас обнадеживающие. Вот, никаких иллюзий по этому поводу не питаем, это я просто маркеры говорю. Что еще здесь нам помогло, например, в кавычках? Ну, понимаешь, мы же с тобой говорили, что все, что они могут свести, вот такое русское и нерусское, да, они сводят в основном под Мариуполь и на восток, безотносительно этих перегруппирований, которые мы обсуждаем. Что нам сейчас помогает? Есть погибшие осетины южные, из Южной Осетии, а 300 осетин, увидев все это дело, что это немножко не так, как в кино и по телевизору, на перекладных вернулись обратно в Схенвальский регион. Вот, наверное, они рассказывают то, что там увидели и так далее. Вот, это тоже факт. Следующий момент. Есть уже пассажир, пленный, опять же, под Мариуполем, вот, чей предыдущий боевой опыт замыкается на миротворческой, в кавычках, функции, миротворческой бригаде в Карабахе. И так далее. То есть мы с тобой это обсуждали, то есть, да, они свой контингент полностью не вывели из Карабаха миротворческий, но слегка его проредили, и бойцы дают уже показания по этому поводу все это. То есть все видят, скажем так, контраст даже с Сирией. Все видят даже контраст с Сирией, как дает отпор Украина, и это, скажем так, как снежный ком потихоньку будет работать на нас, но, к сожалению, не быстро. Вот. Какая еще, я бы даже сказал, такая парадигмальная проблема сейчас в Москве, это мобилизация, а точнее, демобилизация. 1 февраля мы всегда, когда говорят о возможности объявить открытую мобилизацию, да, то есть скрытая уже ведется по разным каналам, которые мы обсуждали. Она же подразумевает еще такой момент, как демобилизация. То есть 1 февраля вот эти все потрепанных ребят, а вот, в том или ином виде, срочников особенно, их надо возвращать домой. Этого делать не хотят. А возвращаться домой они хотят. И вот тут такой будет клинч, посмотрим на фоне идущих гробов в обратном направлении. Как бы там все тяжелее их, скажем так, выдавать дозированно, тяжело писать формулировки некрологов, то есть там, например, в закрытых воинских частях героизируют, в остальных сегментах пытаются размазать по регионам и утаить. Доходило до смешного, что вывешивали уже объявление, что героический побег против фашистов бла-бла-бла. Потом была реакция на местах, ее приходилось убирать. Ну, какие еще интересные маркеры? По официально подсвеченным похоронам и гробам лидирует, например, Дагестан, при том, что, например, рядом в Чечне подсветили только три погибших. Хотя мы все прекрасно понимаем. Тоже, опять же, сори за сумбуру, чтобы ты понимал, с кем мы имеем дело. В Гастомеле, в Гуче и в Ирпене, вот как там, Женевская конвенция и так далее. Они побили, безбожно, издевались над нашим мирняком, братские могилы и так далее, но ни своих трупов не повывозили. Там валяются еще трупы с первых десантов 24-25 числа, там несколько штук, там их было. Тогда их наши нацгвардейцы срочники пофигачили, ну, срочники и не только. Они еще валяются там в районе разрушенной Мрии и так далее. Чтобы ты понимал, с кем мы имеем дело. Вот, и вот этот снежный ком, он там будет, скажем так, наслаиваться достаточно жестко. Можно еще зацепить момент, но прореживают они в том числе или прежде всего коренные народы. Вот, ни для кого не секрет. Там Северный Кавказ в лидерах, Дагестан, Бурятия по погибшим и так далее. Ну, правы друзья из Азербайджана и не только, которые мне подсказывали там в паблике не только, что это как бы стратегия Российской империи многие сотни лет. Ничего нового, ничего удивительного. По такой же схеме, например, Карелы были перемованы. И другие народности Севера, там Финская война, потом Великое Отечественное и так далее. Вот, ну, вот ситуация выглядит как-то так. Модерировать переговорные позиции будут вооруженные силы Украины, как ни крути. И все, кто им на своих местах так или иначе помогает. Ясно. Ну, знаешь что, смотри, на самом-то деле я все это, конечно, правильно, на это нужно обращать внимание, но по поводу ситуации в России, я уверен, что ситуация в России может кардинально повлиять на ход войны только в случае системного кризиса, стабилизирующего, уровня 1917 года. про 1991 год мы уже молчим, потому что для 1991 года нужен Горбачев с его перестройкой и гласностью, а 1917 год это тот сценарий, который разыгрывает, ну, хочешь, не хочешь, а я все равно буду делать для понимания, потому что история как раз таки есть, это не значит, что все точности повторится, но то, что человек с ружьем может повернуться и прийти к себе домой наводить порядок, и это будет порядок, блин, непонятно, и то, что они могут посыпаться, это к вопросу о том, когда закончится война, никто не знает, потому что может прийти и такой черный лебедь, я не говорю, что это будет, я говорю про то, что это вполне возможно. Ну, смотри, для лебедей надо пытаться расставлять кормушки или пищу, да, или там еда должна как-то появляться сама по себе, да, ну, смотри, я вот, даже, кстати, до 24-го числа, опять же, тут без знаний, вот как я моделирую, есть две, скажем так, два течения вот вокруг происходящего, даже не в обществе, а в определенных структурах, где процент людей, понимающих, что реально происходит, по понятным причинам выше, вот, то есть, первое крыло, это вот действительно, ну, не то, что хочется верить, так есть, люди есть те, кто хотят спрыгнуть с этого всего, вот реально, то есть, есть случаи заявлений, там, на уровне, я не знаю, как это там, ну, понятно, силовых ведомств, в основном, аналитических департаментов, министерств обычных, и необычных, да, вот, то есть, есть, такие вот звоночки, там, не единичные, пишут, там, то рапортах, то заявление об уходе, и так далее, их в основном не подписывают, то есть, вот этот, такой момент, дальше включается фактор страха и переписи неблагонадежных, и так далее, вот, но я к чему этот момент говорю, что очень, я уже повторяюсь, да, в твоей программе, достаточно много людей, вот, не только там, Чубайс, да, а те, кто не гуглится, из сегмента, того сегмента, которые могли бы, как-то повлиять организационно, в России, они просто уезжают, кто-то просто уезжает, кому-то позволяют уезжать, кому-то позволяют уезжать, с определенными задачами, в том числе, переговорными, возможно, да, и так далее, то есть, но вот это крыло, на мой взгляд, оно в меньшинстве, по отношению к другому течению, вот, это наоборот, те, кто колебались, все понимали, они сейчас для себя решили, что надо сплотиться вокруг Путина, потому что они прекрасно понимают коричневый сценарий, если Путина свергнут, то есть другая крайность, именно поэтому они его свергать не хотят, понимаешь, они понимают, что они потом не всплывут там никаким образом, и так далее, что никто может не всплывать, и вот это вот нагнетание, которое опускается даже на уровень, там, случай, наверное, ты видел, что когда учительница где-то на периферии в восьмом классе детям попыталась объяснить, что происходит, на нее написали доносы, ей светит 10 лет, это не зазеркалье, эти процессы, ну, можно прийти к разговорам, помнишь, Сталин, Южов, там, Ягода, и дальше по списке все понятно, но кто написал 4 миллиона доносов, понимаешь, к этой стадии тоже можно подойти, это к разговору о том, к игре на длинной, понимаешь, вот, прекрасно пост один сегодня прочитал, Дегтяренко, коллега, он сам с Донбасса выходец, вот, тут же обратный эффект может получиться, люди подсознательно, видя сейчас, четко видя зверства, происходящее в Украине, они хотят оказаться в домике, пусть с этой Украиной, как угодно, подчеркиваю, как-то это дело все закончится, вот, потому что нам уже прилетит точно, в том или ином виде надо это как-то заканчивать, кто-то вслух, кто-то про себя, в том числе и путем зверств, это вот такая геноцидная линия, то есть сначала там немцы хорошо это должны знать, этот психологический момент, там не все, но очень многие внуки, правнуки тех, которые складывали ногти отдельно, ресницы отдельно, и сейчас нам предлагают попробовать сохранить лицо Путина, или вырвлять, либо говорят, что это только лишь Путин, понимаешь, вот такая вот коллизия, и те, и те помогают агрессору, те, кто говорят, что это только лишь Путин, и тем более те, кто пытаются в нынешний риополитик сохранить ему лицо, опять я перепрыгиваю, поэтому с точки зрения вот этих вот процессов, ты прав в том, что когда пойдет коричневый сценарий, условно говоря, назовем это 17-м годом, то вся эта масса, вся эта масса, сначала начнет бродить, блуждать, потом два дня постоит у Мавзолея, их опять же сгонят по инерции, а потом хором ставят нож в спину, нам от этого не легче, потому что мы не понимаем, как это приблизить, и надо ли такое приближать, почему я так нервно отношусь к блуждающим ни в Москве, ни в Питере, ни в России на протестах, россиян, к другим гражданам вопросов нет, вопрос в том, что они не нам помогают, они отмазку перед собой ищут, вот и все, имеют они на это право, имеют, но какую-то эмпатию по этому поводу я должен испытывать, ну извините, обниматься, ходить, мне пришло приглашение, выходи там, я дату забыл, на акцию в Тбилиси против Путина, я хочу спросить, серьезно говорю, вот как-то так, вот, поэтому ситуация внутри будет развиваться в нашу пользу, но будет она развиваться медленно, никаких иллюзий или аллюзий по этому поводу быть не должно. Смотри, понятно ведь, что получив по зубам, они обязательно получат по зубам и в этой, ну скажем так, была февральско-мартовская военная кампания, сейчас они готовят апрельскую военную кампанию, назовем ее условно зимняя военная кампания, первая и вторая весенняя военная кампания агрессора и получив по зубам вот и в этой военной кампании, они обязательно при любом исходе там что-то откусит, что-то не откусит, не важно, они обязательно попытаются сделать сценарий такой, что, ребят, вот мы готовы сейчас к миру, мы вообще всегда были за мир, вот давайте, ребята, сейчас подпишем соглашение, вот, Крым, конечно, наш, но вы не переживайте из-за этого, зачем вам переживать, Донбасс вот с этим коридором с Мариуполя вообще есть лучше вам уйти, и давайте вот сейчас подпишем соглашение, чтобы у нас был пережик, зато будет мир. Понимание этого, похоже, в Украине есть, что на это никогда в жизни идти нельзя, если на это пойти, это срочка войны. А вот понимание среди тех, на том же Западе, как ты думаешь, оно существует, или все-таки смотри, давай по порядку, ну, по поводу понимания и восприятия, кто вот в такой системе координат, давайте поскорее мир заключим, да, и так далее, поймет, на самом деле он прямо, осознанно, или неосознанно, а посредственно играет на дальнейшее продолжение войны, без вариантов, когда-то, просто без вариантов, это надо понимать, мы касались там площадок Турции и так далее, как бы это ни ложилось, это может ложиться в их посреднические национальные интересы, никаких иллюзий, в конце концов, никто перед нами особо ничего нам не должен, но и Украина может себя вести точно сейчас в таком же плане, кто кому что должен и так далее, то есть вот это первый момент, второй момент, ну послушай, мы же имеем дело с придурочными нумерологами, понимаешь, они под 9 мая будут организовывать победу, и тут может быть несколько вариантов, может быть 9 мая парад в Киеве, может быть 9 мая освобождение Донецкой и Луганской областей, а может быть 9 мая предпосылки в качестве победы спасения Белгорода от украинских украфашистов, то есть наша задача делать все для третьего сценария, понимаешь, и так далее, а то, что они нарисуют, нагонят и так далее, не знаю, возьмут не дай бог Мариуполь, ну нельзя этого исключать, правильно, ну как они, ну хорошо, пожалуйста, что они там покажут, они же будут создавать потустороннюю реальность, а сейчас наши занимаются, наводят журналистов в Киевскую область максимально, юридические процедуры, многие критикуют власть, что недостаточно это делать, это нормальный наш процесс, нормальная заблажность, баба и так далее, поинтересуйся, я не хочу, это этот, Арахамия в страшной кепке на днях сказал, что мы практически, россияне все согласовали, кроме вопроса Крыма, ну поинтересуйся, сколько ему прилетело за эту фразу, просто за эту фразу, потому что я уверен, Арахамия знает, что это не так, просто идет своя информационная политика, линия и так далее, то есть следующий момент, ну и дальше, запад, запад, опять же, какой запад, ну какой запад, ну вот Макрон вчера опять звонил Путину, ну пусть, Макрон звонил вчера Путину, окей, сейчас наши отдадут через Франс Пресс или по другим каналам, ему кадры звучат с Мариук, он опять сделает фотосессию в Улувре, кося под Зеленского и получится у него это хреново, понимаешь, что он это, параллельно он лезет в Минскую группу ОБСЕ опять по Карабаху, извини, что перепрыгивал, зачем, вопрос, зачем ты армян обнадеживаешь, прежде всего, которые в партере находятся и без тебя, понимаешь, ну к примеру, вот тебе такие их два момента, Шольц говорит, что это только Путин, собирает, ну Шольц собирательный, да, в Германии, уже какие-то форумы появляются, давайте вместе с россиянами, там ездят на Мерседесах не старых, а новых, не трофейных, а новых, ездят эти с флагами к известным памятникам в Берлине и параллельно он уже есть решение по номенклатуре разных, скажу так, вооружений со стороны Германии, то есть процессы идут, перемалывание сознания, оно происходит, у кого-то быстрее, у кого-то медленнее, когда мы говорим Запад, ну я отправляю минимум ноября прошлого года и поинтересоваться, как Британия себя вела, абсолютно зная, либо от нас, либо рассказав нам тот сценарий, который был запущен 24.02, я уже устал об этом повторять, как Соединенные Штаты относятся, тоже постепенно, то есть опять же, можно взять лист бумаги и написать, где молодцы, где нет, но я не приемлю этого, и да, я согласен, что помощь нужна, позиции обозначены, по каким пунктам, но вот эти все критики Запад слил, вот что Запад тоже виноват, но это, простите, но психиатрия, это психиатрия или заказ, ни первое, ни второе, мне не интересно, вот и все, поэтому так по каждой стране может быть, нужно, мы говорим Запад, вот в один ряд надо ставить поляков и венгров, Венгрия, Венгрия, очень сильная, ну, послушай, Сорос, Шорос, пардон, оттуда, как ни крути, там такая сильная аналитика и так далее, они прекрасно понимают Венгрия, почему Венгрия были много раз не на той стороне истории, я сейчас не только про Трианон, берем вторую мировую войну и как сейчас себя ведет, там, Орбан, Сеатра и так далее, это понимают Венгрия, они решат с Венгрией вопрос сами, без нас, на выборах, рано или поздно и так далее, потому что, например, мы тоже можем по Второй мировой войне предъявить, что зверства венгров, именно венгерских частей, а они консолидированно воевали, затмевали зверства фашистов, пахатыни там и так далее, и тому подобное, это я хорошо знаю, потому что Венгры 44-45 и позже возвращались через Карпаты домой, подразделения, а мои родственники бандеровцы, их крушили по чуть-чуть, в том числе и венгров, понимаешь, история очень интересная штука, поэтому какой Запад, давай уточням по списку, открываем список. Я у тебя спросил про Запад вообще. Поэтому вот эти вопросы, ну почитай, у Алексея Копитько прекрасный пост градации есть, там коллективный Запад, друзья, сочувствующие, глубоко сочувствующие, глубоко сущие сущности и негодяи, ну вот как-то так, ну и что, возвращаемся в начало наших дискуссий, давно, ну послушай, никто за украинцев, вместо украинцев, воевать не будет, любую помощь в наш адрес, мы оцениваем, как приятный бонус, и просим ее, просим, рассказываем, что это только не про Украину, эта война, что третья мировая идет в той или иной фазе, поверь мне, на всех уровнях, Кулебы, министра обороны, других организаций и всего ведомства, вот все это ведется, понимаешь, все все прекрасно понимают, послушай, посмотри, как нас пошел Мельник себя ведет в Берлине, немцы бы уже его и рады не прогнать, но понимают, что все, это такой имидж и удар по Германии будет, который и так провисает, просить отказаться от нефтегаза завтра можно, но мы понимаем, что это технически невозможно, приближать всячески надо, можно обязаться на Молдову, например, или, прости господи, на официальный Тбилиси, ну что это у нас поменять, можно криво улыбаться, что они на чужом горбу и не только пытаются въехать в ЕС, что здесь мы ассоциированы, а здесь, когда надо как бы спозиционироваться по агрессору, мы уже как бы не совсем ассоциированное трио с Украиной, вот и все, поэтому по помощи тоже все будет развиваться по схеме мем-паразит варим жабу медленно. Варим жабу медленно, и хорошо, что ты сказал, что мне не пришлось задавать этого вопроса по поводу вины коллективного запада, вины коллективного запада, США отдельно, там, слово вина неправильно, они должны быть виноватыми, по определению, цинично, они должны быть виноваты, ответственность за то, что... Ответственность это другое. За то, что Россия допустили делать Россию то, что она делает, есть ответственность, конечно же, но вина это совсем другая. И, кстати, этот перевод стрелок, еще есть хорошая фраза, знаешь, такая, а Западу выгодно, чтобы эта война шла долго. То есть, понимаешь, кто-то в своей голове считается большим конспирологом, говорит, ну, Запад хочет Украины, Запад хочет задушить Россию, Путина затянули в эту войну вообще, вообще затянули, понимаешь, Путин-то не хотел. Ну, кто-то вообще относится к Путину как к природному явлению, ну, такое, такой ураган или землетрясение прошло, ну, землетрясение, а вот Запад, он не предпредел ничего, чтобы этого землетрясения, не было. Да-да-да. И так далее. или когда этот Запад наконец-то поймет и начнет действовать. Когда? Или Гела, почему вы такой наивный? Или, критикую Запад. Да, критикую Запад. Ну, по-негодяйски себя ведет, Макро. Не, ну, слушай, ну, это же люди, персонажи, помнишь, ваша жизненная крета, всегда. Я, примерно, не из Парижа, а из Берлина. Вот. Господи, ладно. Этим людям, знаешь, кто работает не по заданию, кто так говорит искренне, их надо просто поблагодарить за небезразличие. Да. И спокойно это воспринимать. Да, и еще один момент. Когда мы говорим про западную землю, когда мы говорим про Францию, Германию, значит, США, Польша, Великобритания, Турция, почему мы не говорим про Саудовскую Аравию, почему мы не говорим про Пакистан, про Индию, редко вспоминаем Китай и Индию, почему мы... Не, Китаю тоже выгодно, он всех переиграл. Есть другой. Да, я знаю, что всех переиграл. Считаю выгодно, он всех переиграл. Что индийцы, скажем так, индийское общество меньше, скажем так, меньшее общество, нежели там, венгерское, да, венгрия это на границе. Поэтому, ну, как бы, ребят, испанец не обязан просыпаться каждое утро и думать исключительно об Украине. Но когда он видит у себя в телевизоре кадры, я думаю, того, что происходит в Украине, я думаю, что это... Ну и давай о делах наших скорбных в двух словах. Первое, что я хочу сказать, ну, правда, Валера вчера мне хорошо объяснил, но все-таки я еще раз повторюсь и буду повторять до конца. Я просто хочу, чтобы ты подтвердил мои слова. Лучшего, вот ты, правда, не знал других, наверное, скорее всего, да, во времени у тебя не получалось. Лучшего посла у Украины в Грузии, чем Игорь Долгов, я не знал. Хотя я знал нескольких. И Игорь Долгов был одним из лучших, если не самый лучший, посол из всех действующих послов сегодня в Грузии. То есть я имею в виду из всех стран других. Дело, смотри, я подписываюсь под каждым словом, потому что у меня есть небольшой бэкграунд до переезда в Грузию, скажу, то есть мы с 2014 года, когда все началось, да, мы в ЦИАКР, вернее, при ЦИАКР, организовали такое понятие, как экспертный совет. Как это работает, даже ты можешь ощутить, потому что через ЦИАКР можно не из членов ЦИАКР выбрать кого угодно сейчас, по энергетике в Украине, не только и так далее. К чему я это говорю? Так вот, просто я, ну как был удивлен, Игорь Долгов был замминистра обороны по европейской интеграции, была такая должность, я уже забыл года. После этого он стал послом в Грузии, я приехал, я почему был удивлен, оказывается, до должности Минобороны, где мы в экспертных советах, он тоже присутствовал, часто общались, он карьерный дипломат. Да, то есть так вот бывает. Такие эти, поэтому, ну дальше, ну понимаешь, я скажу свою личную позицию. Было несколько проектов, здесь, и я видел его отношения, поддержку и так далее. Вот я знаю оценки о нем в Грузии из всех политических лагерей и конфессий, назовем их так. Вот, и они сходятся в одном, что человек на своем месте и так далее. Но там дальше, что вот это было? Это точно было не про Долгово, а про Тбилиси. Про Тбилиси, про Тбилиси. Это было точно не про Долгово, а про Тбилиси. Был ли момент там внутриведомственной или межведомственной кухни трабла в Киеве? Ну я просто не знаю, мне это неинтересно. Даже узнавать. Понимаешь, поэтому? Поэтому, ну сейчас, ну, это все, понимаешь, вот это следствие и так далее. Мое, моя личная позиция в том, что я вот не вылазил на броневичок, я рад, что ты меня об этом спросил. Я считаю, что человек был на своем месте, неважно, долго это он там, сколько лет был там, есть какие-то сроки, наверное, у дипломатов и так далее. Он был минимум на своем месте. Минимум. Поэтому, а ты когда-то правильно очень сказал, попередников, ну скажем так, до него они были в том числе очень разные. Очень разные. Мягко говоря, мягко говоря. В кои-то веки, скажу, дипломатично, я знаю, о чем я говорю. Ну и немного, конечно же, ну с Грузией все понятно, более или менее, или есть тебе что сказать по Грузии, добавить новое на неделю, или в принципе... А, ну, как же нету, да ты чего, салобес в Рабишвили, следует, Грузия присоединяется ко всем международным санкциям. И, ты понимаешь, в чем дело, ну, все украинские телеканалы от Фридома и Украины на 24 до региональных, у меня спрашивают, а почему Грузия сейчас решила присоединиться к санкциям? Я хочу только сказать, и ты свидетель, что я всегда говорил, когда мне говорили, что Солома Зорубешвили ручной президент или член команды известно кого, я всегда говорил, что это не так. Несмотря на все церемониальные функции президента Грузии как должности, как таковой. Вот я в этом случае, мне куда важнее были другие ее заявления, посылы, приятные, пускай декларативные, а не только по санкции. По поводу санкции, ты понимаешь, я уже, ну, программа грустная, я не знаю, как уже смеяться, ну, хохотать не получается, криво, уже неудобно и так далее. Мне больше всего понравилась твоя, по-моему, фраза, и потом была дискуссия, что в первый же момент, день Грузия присоединилась к этим санкциям. Зачем было вылазить и рассказывать, что мы не присоединяемся? Зачем этот дурной сигнал в Москву был? Я вот этого не понимаю. И так далее. А вот, а вот если в серьезную площадь переводить, и в этой связи, например, посыл, я сейчас продолжу логику, посыл соломы, почему важен? Потому что я сейчас подчеркиваю, чтобы никто не обижался, в логике Москвы, Кремля, и планов. Она видит компенсаторные механизмы или, скажем так, инструменты по обходу санкций, неважно в каких объемах, но видит. Это касается Грузии, это касается Азербайджана, это касается Турции прежде всего, это касается стран Центральной Азии. Вот. В Брюсселе один высокопоставленный казах к стыду своему забыл имя, фамилию, заявил, что Казахстан присоединяется к санкциям и поддерживает территориальную целостность Украины. Да, да, да. Не прошло и суток, как уже состоялся телефонный разговор между Касым Жамартом Кемелевичем Такаевым и Владимиром Владимировичем Путиным, дорогим. Явно на эту тему. Уже президент Казахстана говорил, что мы все интеграционные процессы с Россией на веке. Мы же понимаем, что происходит. То есть в этой связи это очень полезный сигнал, как бы он комично не выглядел или безальтернативно не выглядел. Вот. Со стороны Соломы Зарубишвили я считаю это позитивом. Но то, что экспертный талибанат сразу к тебе прибежал и почему нельзя было сразу, ну люди, понимаешь, они на ковид, на войну, на футбол реагируют в клиповом режиме, а тут Грузия санкции. Как? Кто вникать будет? Не присоединялись? Негодяи не присоединялись и наконец-то присоединились. Ну окей. Пусть будет так. Для меня есть своя Грузия. Две тысячи человек минимум, минимум. Воюют в Украине. Вот. Я знаю поддержку общества, друзей. Другой Грузии мне не надо. Как-то так. Слушай, еще один вопрос. Альтернативного Делягина и его заявления по поводу ядерных ударов комментировать будем или «ну его нафиг». Ну его нафиг. Там эти, как это называют, гражданское общество Азербайджана с этим разобралось и очень помогло властям своей реакцией на это заявление. На разных сегментах. Просто там есть, в Азербайджане есть пул относительно молодых экспертов, назовем их так, людей без мнения. Но им сейчас сложнее всего. Просто они чувствуют, что у них вместе с Путиным у них уходит молодость. Они не знают как себя. Бывает. Самое главное, что есть гражданское общество, которое четко сказало свое слово. Ну ты прокомментировал, в общем-то. Что тебе сказать? Ну, почти час мы с тобой говорим и чувствую, если мы сейчас еще дальше будем поднимать тему, поговорим еще час. А этого часа у нас нет, поэтому до следующего. Давай закругляться не так, как Нодар просит по 20 минут, а давай 50 минут час, но это реально потолок. Я же сам слушать или знаю, когда начинаю кунять на потоках сознания. Но я тайм-коды прописываю, поэтому тайм-коды это важно. Да, это важно. Огромное. Я просто не знаю, где нажать, чтобы увидеть тайм-коды порой. Я же дочку зову сразу. Нажимай всем нажимать на заперки. А, да, еще чего я никогда не делаю. Ребята, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делайте комментарии, это очень важно. Канал должен развиваться. И спасибо вам за вашу поддержку. Спасибо тебе, дорогой. Дякую дружу. Спасибо. Слава Украине. Героям слава.